Накануне у нас завершился четвертый международный кинофестиваль. О биво итогах нам расскажет моя коллега, ведущая программы «Кинозавод» Нергуяна Васильева. Здравствуйте, любители и почитатели хорошего кино. За пять дней кинофестиваля мы с вами посмотрели парад фильмов из 12 стран мира и, конечно же, России. Получили истинное наслаждение от соприкосновения с искусством на площадках кинофестиваля. А осталось только узнать имена победителей. По сложившейся традиции, закрытие кинофестиваля состоялось в стенах Саха театра. Каждое награждение сопровождалось бурными аплодисментами. Торжество началось с подведения итогов первого якутского питчинга. Из всех представленных проектов на финансирование отобрали пять работ. Второе место разделили между будущими двумя фильмами – якутского и калмыцкого режиссеров. Итак, мы подошли к первое место. Это «Каран Мерген». Капуа «Каран Мерген». Капуа «Каран Мерго» с опекотом студии «Простоплача» на сумму полтора миллиона рублей. Спасибо большое. Спасибо «Кричингу», спасибо «Форуму», спасибо организации кинофестиваля «Махтау». Итак, гран-при. Мы решили вместе с компанией «Большое кино», это Гивон Андреасян, нашей корпорации, вместе с советским кинографистом, публицией Олега Мутиньевича, закончить вместе этот проект, выпустить его на федеральном уровне. Это проект «Чирин». Приз зрительских симпатий в трех номинациях среди якутских фильмов получили лучшая женская роль Галина Тихонова, исполнительница главной роли в фильме «Мой убийца» Сайсыры Кёльге, и лучшая мужская роль Илья Портнягин, исполнитель главной роли в фильме «Мумутар». А лучшим якутским фильмом, по мнению зрителей, стала картина «Мумутар» режиссера Алексея Амбросева. Начиная со второго фестиваля, мы вручаем признике Теша Мосова лучшей операторской работе «24 снега». Прошу выйти сюда, Юрия Бережнева, Хаила Кардашевского, чемпиона Манатова. Как вы сами понимаете, это наши самые лучшие операторы Якутии. Специальный приз, сейчас помню, за блестящее визуальное решение. Фильмов «24 снега» и «Голодный рубеж» Юрия Бережнева. Лучшими режиссерами стали в основном конкурса «Сира Гера. Объятия змея Колумбия» и в документальном кино «Катя Гаурилов. Волшебный лес Кайсы». Специальный приз жюри за «Новый взгляд на традиции» получила режиссер документального кино «Ченахенская царица» Анастасия Зверькова. В основном конкурсы за лучшую операторскую работу специальный приз жюри получил Михаил Хасая, фильм «Холодный фронт». Еще один специальный приз жюри получил режиссер фильма «Ферум Прокопий Бурцев». Приз многообещающему таланту. Драм-при конкурса документального кино «Четвертого международного русского кинофестиваля» вручается картине «24 снега». Моя мать! Моя мать! Вот и закончился четвертый якутский международный кинофестиваль и российский форум регионального кино. Молодцы и души поздравляем победителей кинофестиваля и желаем им еще больше творческих успехов и побед. Ну а с нашим кинофестивалем мы не прощаемся, а ждем с ним встречи ровно через год.